Друзья, новые дискаунтеры В1. Первый выбор это дискаунтеры от Магнит. Они сейчас много где открываются, вы можете их наблюдать. А мы решили сходить туда с небольшой проверкой и посмотреть, насколько действительно там выгодно и могут ли они именоваться дискаунтерами. Милквилл очень перекликается с другим известным брендом. Постоянно я оговариваюсь. Так, смотрите, друзья, вот блюдо ламбир, посмотреть состав шоколадный, 38 рублей. У него хороший состав. Здесь крови молоко, сливочное масло, цельное молоко. Все в целом очень даже прекрасно. Ну вот у мороженого в шоколадной глазуре состав глазури уже так себе, так бы его брать не стал. Уже заменители пошли, а то, что просто молочный, ну как бы молочный, без глазури мороженое, они вполне себе очень лежат. Так, сравниваем макарушки. Здесь вот килограммовый пачек 168 рублей, но всегда нужно сравнивать цены, потому что вот даже обычные пачки везде, вот в Ашане, например, 87 рублей, та же самая цена получается. То есть, как бы, здесь невыгодно. По сравнению, например, с той же барьёной в чижике, которая в больших пачках выгоднее. Горячкаеды есть у нас, то есть, смотрите, какая цена. Говорят, у нас в стране ничего не дешевеет. Вот гречка дешевеет. Медитный завтрак 229 рублей, большая пачка рутки. Проверяем, ищем, есть ли выгоднее цены, и цены выгоднее есть в ленте. Так что, ну, опять, опять не получилось. В магазинах сейчас во всех почти есть выпечек собственного производства. По составу оно, конечно, не супер, но многие любят, берут. Здесь вот есть акции минус 50% на выпечку вечером после 20 часов. Есть вот акция на боночке от 5 рублей сладости по одной цене. Всякие батончики краснооктябрьские, ротфронт, 34 рубля за 100 грамм. К сожалению, сейчас уже не ориентируюсь в ценах на эти конфеты. Напишите, выгодно это, не выгодно. Напишите прямо в комментариях к сториз. Напишите, уже 52 рубля тут стоит. Ну, что это за цена? Разве это выгодно? Вот, друзья, смотрите, пятерочка. Вот где выгодно. Друзья, рыбную продукцию, ну, сразу бросается в глаза вот эта вот грустная горбуша. Погласитесь, выглядит она вообще не очень, не очень совсем. Стоит 299 рублей за килограмм. Вот на креветке замороженные, крупные, хорошая цена. Ну, вот они довольно-таки такие все. В ледяной глазурь еще много воды. Всю папию тут на купере, чтобы ценное найти. Выгоднее, ну, выгоднее не нашли. Действительно, на туалетную бумагу папия. 8 рулонов, 189 рублей. Это лучшая цена. Сравниваем бытовые всякие средства для ухода за волосами. 259 рублей на глискур. Так, метра 219. Да что ж такое, что за дискаунтер какой. Вот, цены на яйца хорошие, смотрите, как чижики. 69 рублей, c1. И ценой 89 рублей. Хорошая цена. Давайте посмотрим, насколько они серьезные. Дата саппировки. 5 сентября. Свеженькие. Идем в гигантский холодильник. Люблю такие большие холодильники. Свежаться. Здесь представлены в холодильнике молочная продукция. Тоже много известных брендов. Хорошие цены вот на этот вот Milkville. Бренд, который, собственно, я так понимаю, у V1. 89 рублей за кусочек 270 грамм творога или 80 за 5-процентный. Сметана тоже недорогая, смотрите. 300 грамм 65 рублей. Смотрите, цены. Сравнивать буду потом, потому что без связи нет. Стейк из грудки индейки. 298 рублей. Так. Петеленка фарш. Куриный охлажденный. 144 рубля. Так. Другие известные бренды. Можем посмотреть. Кило. Кило грудки. 299 рублей. Куриное царство. И вот интересный еще фарш Мираторг. Тоже везде такой есть. 200 рублей за 400 грамм. Стейк Мираторг Тендер. 339 рублей. Давайте все сравним. Коматы, сливки. 69 рублей. Даже дешевле, чем на рынке. Для тех, кто делает вяльные помидорки. Хочется за ними. Обычная цена. Еще, друзья, тут такие вот очаровательные контейнеры. Для еды. Розенькие и вот такого мятного цвета. 10 рублей с приборами даже. Смотрите, какие симпатичные наборы. Всяких скрипок. 29 рублей. Вообще цвета просто огонь. Ну, прям такой типо кончик с разделителями. Там всякие кнопки, кнопки.